Дарова танкисты! С вами Slim. Сегодня выпуск будет посвящен консольным танкам, в которые я играю на PlayStation 4. В бой я вышел на КВ-1, это советский тяжелый танк 5 уровня. На мой взгляд, КВ-1 это одна из лучших машин на своем левеле, хотя, как показывает практика, КВ-1 в бою далеко не бессмертный. Есть у него куча достоинств, но при этом он также наделен недостатками, среди которых и слабый обзор, непосредственная динамика, да и в нашей крепкой броне легко найти уязвимые места. Поэтому на КВ-1 играть стоит достаточно осторожно, упариваться явно нет смысла, хотя машина иногда позволяет допускать ошибки в бою. Сам танк мы обсуждать в этом выпуске не будем, гайд по КВ-1 я решил отложить на потом, просто хочется прокомментировать бой, в котором мы получим мастера и заработаем вторую отметку на ствол. Вы, наверное, уже обратили внимание, что попали мы в бой в топе с третьими уровнями, в каждой из команд есть всего лишь по 4 пятых левела, и реально в таких условиях вы, наверное, скажете, затащить бой на КВ-1 сможет даже 40% игрок. Тут с вами абсолютно сложно не согласиться, но бой у нас будет не про затащил, а про попробуй урвать свой кусок домашки. Я думаю, те игроки, которые париваются отметочками, то есть стараются их набивать, вторые или третьи отметки на ствол, знают, как обидно попадать в бой в топе, когда тебе надо куча домашки. Действительно, ведь когда на КВ-1 попадаешь к третьим уровням, хп у команд не такое значительное, и реально настрелять свой кусок урони порой достаточно сложно. Но, как покажут итоги этого боя, мои решения на этот бой были оправданы и правильными. В принципе, я не выдумал велосипед, учитывая, что в каждой из команд всего лишь по 4 пятых уровней, я посмотрел, куда поехали наши топы. Наши три топа поехали на правый фланг, соответственно, я с остальной мишурой, трех-четырехуровневой своей союзной, поехал на левый фланг в одиночку. И мне повезло, что этот фланг не был пуст, здесь было два вражеских топа, Т-1 хэви, которого мы слили, и Черчилль. Помимо этого, была куча низкоуровневой домашки. И, соответственно, не всегда по КД, но, тем не менее, настреливали-настреливали. И вот в этом, можно так сказать, не обладающем большим количеством ХП команд в бою, я смог настрелять 2500 урона. Согласитесь, это достаточно неплохая цифра для пятого уровня в бою с третьими левелами. Помимо этого, мы еще неплохо прошлись по фрагам, и все это, в принципе, привело к тому, что мы заполучили вот вторую отметочку, вот, и в этом бою также получили мастера. И, в принципе, вот он мой последний дамаг и на свет, Т-28, вот, мы поставили первым устрелом на каточек, потом его убили, и, соответственно, доехать до артиллерии мы уже не успели. Соответственно, бой у нас подошел к концу. У меня на этом все, большое спасибо за внимание, танкисты, не забываем нажимать лайк. До новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok